Новогодние экскурсии организовали в Новосибирске на каникулах. Специальный автобус курсировал по городу, делая остановки в интересных местах. А экскурсоводы рассказывали о том, как отмечали праздник в разные эпохи. В путешествие Новониколаевск-Новосибирск отправилась Татьяна Кияева. Путешествие начинается в концертном комплексе имени Маяковского. Здесь участников учат расписывать новогодние игрушки, а позже ими украсят елку в центре города. Приходят люди, мы им каждый раз рассказываем историю о елочной игрушке. Они пробуют себя, прям свое творчество, проявляем свое мастерство. И все забирают с собой игрушки. Подпольные елки, дореволюционные традиции и рождественские и крестьянские забавы. Обо всем этом рассказывают во время новогодней экскурсии, чтобы участники прочувствовали атмосферу любимого праздника в разные исторические эпохи. Рассказываем о новогодних традициях, как Новониколаевска, так и более позднего периода, как встречали Новый год, как готовились к Новому году, как проводили зимние каникулы уже в Новосибирске, ну, в 60-е, 80-е годы. В конторе инженера Будагова воссоздали атмосферу Рождества начала 20-го века. Гостям рассказывают, как належали елки и чем угощали гостей. Открывают секреты дворянского флирта. Очень важно именно, как рука располагается. То есть она должна располагаться между талией и грудью, и ближе к груди. Тянуть к себе нельзя, наматывать руку на пальцы нельзя, хватать двумя руками нельзя. То есть, как видите, все, о чем мы подумали, ничего. Нам вот первая остановка понравилась, самая интересная, потому что старинные дома, все, музей красивый очень. Там все интересно было, как тетика рассказывала вещи, что надо делать при том, чтобы привлечь кавалера. А, ну вы запомнили, да? Вы почему сегодня решили на экспрессию? Не любим дома сидеть, любим осваивать новые локации, в том числе и своего города. Это лучше, чем сидеть дома на диване. Все зимние каникулы автобус курсировал по городу. На этой неделе он доставит из аэропорта Снежинку. Символ новогодней столицы России. Новосибирск примерит этот титул в следующем декабре. Татьяна Кияева, Дмитрий Канн, Новосибирские новости.